МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире информационно-аналитическая авторская программа «Арена событий». Не теряя времени, хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Это председатель правительства Республики Саха-Якутия Евгений Чекин. Евгений Алексеевич, добрый вечер. Огромное спасибо, что нашли время и пришли. Добрый вечер. Евгений Алексеевич, продолжаем подводить итоги уходящего 2016 года. И давайте посмотрим в прошлое, заглянем через призму экономики. Ну, так проще. Специалисты отмечают, что в истории экономического развития 2016 год прошел незаметно. Не случилось страшных потрясений никаких, но в то же время не было никаких достижений и успехов. Можно ли согласиться с тем, что не было ни потрясений, ни успехов? Ну, с этим нельзя соглашаться однозначно, потому что 2016 год был очередным годом испытаний. Испытаний для экономики, для российской экономики в целом, для ряда отраслей. Поэтому те положительные результаты, с которыми мы заканчиваем этот год, я имею в виду, конечно, республику, это на самом деле очередная победа. В отдельных областях это действительно так. У нас показатели растут в отношении инвестиций в основной капитал. Прогнозно это более 23%, в отличие, собственно, от в среднем по России, где инвестиции сокращаются. Сокращаются. Мы подтвердили в рамках соглашения между правительством, профсоюзами достижение минимальной оплаты труда, достижение прожиточного минимума. Несмотря на сложное время, соответственно, это решение было принято, соглашение, соответственно, подписано. Мы видим высокий финансовый результат прибыльных компаний республики. Он фактически был превышен в несколько раз. Но там были причины на это. Были причины, соответственно. И, конечно же, эти причины в том числе помогли нам сбалансировать бюджет, решить ряд социальных задач. Но здесь это все взаимно и комплексно нельзя, конечно, отрывать одно от другого. Поэтому результаты, они есть. Ключевой результат – это стабильность в обществе. Очень хорошо. Евгений Алексеевич, а вот цитата от РИА Новости 21 декабря. Главным достижением макроэкономики в 2016 году можно назвать украшением инфляции. В правительстве и Центробанке уже смело заговорили о том, что инфляция по итогу 2016 года остановится на отметке около 5,5%. Ну и на предстоящие три года власти закладывают в свои расчеты инфляцию в 4%. И ЦБ намерен добиваться этого. Реальны ли эти цифры, собственно говоря, по стране? Вот 5,5 и 4 потом уже в последующие годы. Тяжело же будет? Это снижение темпов инфляции – это одно из существенных достижений 2016 года в федеральной политике, в федеральной финансовой политике. И взятие такого приоритета, как достижение инфляции и снижение до уровня 4%, это большая, серьезная, амбициозная задача. Но, собственно, задачи должны быть амбициозными. Это один из ключевых факторов, который должен сработать с точки зрения развития страны, развития региона в целом. Мы понимаем, собственно, всю ситуацию и со внешней политикой, мы понимаем ситуацию с теми крупнейшими развитыми странами, какими темпами они развиваются. И, соответственно, сокращение этого разрыва технологического, экономического, социального, оно может быть только через достижение амбициозных задач. Поэтому результаты 2016 года, они вот такие. Индекс потребительских цен у нас декабрь 2016 к декабрю 2015, там порядка 6%. По ряду направлений индекса потребительских цен, конечно, несколько больше, но, собственно, мы видим, что сокращение темпов инфляции идет порядка полутора раз. То есть это уже серьезное достижение, когда инфляция обозначается и однозначным числом. Да, да, да. Евгений Алексеевич, пресс-конференция главы республики 21 декабря, на которую он отметил, что для дальнейшего привлечения инвестиций республика должна принимать ответные меры по созданию благоприятных условий развития крупного бизнеса. Ну, то есть бизнесу надо создавать преференции. Хочу узнать ваше мнение. Что произойдет, если этого не делать? Бизнес что, не придет? Есть такое мнение, что крупный бизнес сам себе дорогу протопчет, никого не спросит и, соответственно, реализует те планы, которые есть на, конечно же, ключевых объектах недропользования, которые в республике есть. Но это правда лишь отчасти, потому что все мы знаем и наши климатические условия, мы знаем ключевую проблему, это транспортная доступность и энергетика. Поэтому реализация таких крупных проектов не всегда, соответственно, однозначно может быть связана лишь с одним только желанием. Экономика делает свое, и, соответственно, планы крупнейших компаний, они всегда корректируются с точки зрения экономики таких проектов. Мы знаем, что по нефтегазу мы можем и будем всегда конкурировать с другими регионами Российской Федерации. И, соответственно, компании очень хорошо считают эти затраты. И поэтому реализация крупных проектов с крупными компаниями все равно требует очень активной, серьезной и деликатной работы. А я вот как раз за такую работу на самом деле, то есть без преференции, мне кажется, на самом деле не обойтись. Компании надо заинтересовывать в конце концов для того, чтобы и, ну, я не знаю здесь какое правильное слово подобрать, просить или требовать от них социальные какие-то, да, еще вложения, безусловно совершенно. Это как раз выстраивание отношений, и мы видим, на самом деле, когда Российская Федерация определила приоритетом развития Дальнего Востока, да, сразу же было принято решение, пакетное решение по мерам государственной поддержки таких проектов, да, это региональные инвестиционные проекты, это приоритетные инвестиционные проекты, это территория, опережающая социально-экономическое развитие. А там мы видим, соответственно, не только предоставление этих или иных льгот и преференций в отношении компаний, но и прямое бюджетное финансирование для устранения инфраструктурных ограничений. Это прямые бюджетные деньги, и, соответственно, это и является как раз ключевым показателем того, что государство должно уделять внимание, в том числе и крупным проектам на своей территории. Евгений Алексеевич, не могу не спросить, вы стали представителем правительства, ну, скажем так, в экономически непростой период, это явно. И только что мы, кстати, об этом говорили. Да, точки роста есть, но все равно никто не говорит, что вот это все так легко, да. Каковы приоритеты на посту председателя у вас сейчас, вот на данном этапе? Простых времен на самом деле никогда не бывает. Это правда. Поэтому каждому просто определен свой участок времени, когда он может реализовать себя, соответственно, на том или ином месте. С точки зрения приоритетов, вот на ближайшую перспективу, соответственно, здесь фактически приоритеты сформированы нашими руководителями. Это и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином, и главой республики, да, Егоров Анасичем Борисовым. Поэтому, если укрупнять, то, наверное, ключевое слово – это эффективность. Эффективность с точки зрения и наполнения бюджета, то есть это четкая и правильная работа всех уровней бюджетной системы, это не только республики, это и муниципальных образований. Те налоговые и неналоговые доходы, которые могут быть привлечены и включены в бюджет, они должны быть, соответственно, привлечены. Здесь у нас работы очень много. Второе направление, как ни крути, но расходами тоже нужно заниматься и, соответственно, повышение… Оптимизация их. Ну, оптимизация, может быть, не очень волшебное слово, да, слово может быть, но повышение эффективности бюджетных расходов. Это направление мы четко тоже для себя взяли и, соответственно, в контексте, опять же, повышения эффективности и доходов, и расходов есть целый пласт и целое ключевое направление по работе – это повышение эффективности государственного управления. Это связано с внедрением проектного управления. Вот следующий вопрос сняли с языка, что называется, потому что хотел спросить, поможет ли оно и каким образом? Этот механизм, эта концепция, она на самом деле в мире имеет место быть очень давно. Соответственно, развитые страны и большинство западных и азиатских стран используют эти механизмы. В целом, это больше применимо, конечно, к бизнесу и к отдельным инвестиционным проектам. Но на самом деле уже ряд стран взяли, использовали и уже внедрили проектное управление как ключевой механизм государственного управления. Это и в Великобритании, и Малайзии, и ряд других стран, где этот опыт был очень удачный, очень эффективный. Смысл в том, что, соответственно, в рамках проектного управления это всегда целевое движение, достижение к конкретным, измеримым, понятным, оцифрованным… А вот очень хорошо, измеримым, конкретным, да, да, да. Евгений Алексеевич, уже немножко времени остается совсем. Правительство утвердило проект стратегии 2030. И это только первый этап. Спрошу так, что на следующих этапах? Да, действительно, в целом была проведена очень большая работа. Стратегия прошла общественное обсуждение на всех уровнях, во всех отраслевых группах, слоях общества. И на текущий момент мы сформировали и получили документ, получивший хорошую оценку на прошедшей конференции 23 декабря. На этой неделе правительство утвердило этот проект стратегии для целей согласования и согласованности этого документа, как ключевого документа, с федеральными стратегическими документами. Евгений Алексеевич, спасибо огромное за беседу. У нас остается 15 секунд. Поздравьте наших зрителей с наступающим Новым годом. Уважаемые жители республики, от всей души поздравляю вас с Новым годом и хочу пожелать вам добра, мира и благополучия в следующем году. С вами была Арена Событий. Всего вам доброго. До свидания.